Из московских дворов хотят убрать такси, чтобы коммерческий транспорт не занимал парковочные места жильцов. Что будет с заказами машин в этом случае, смогут ли они подъезжать к подъездам и как предлагают быть с каршерингом. Чтобы отвезти ребенка в садик, а самим отправиться на работу, жители микрорайона Южный вынуждены с утра расчищать себе дорогу от припаркованных такси. Утром здесь все забито. Они забивают всю площадку на выезде. Просим их убрать машину, чтобы выехать отсюда на своей машине. Да, у нас постоянно жильцы обращаются, пишут в Добродел и в городскую администрацию. Сложно найти парковочное место и вечером та же проблема на улице Палехской. Много очень таксистов у нас, я не знаю, живут, наверное, здесь. Иногда невозможно вообще поставить машину. Вообще, я считаю, что это неправильно, потому что для такси должно быть как-то свои парковки. Парковать такси в жилых дворах правила дорожного движения не запрещают, говорят автоэксперты. Хотя попытки предпринимаются, Минтранс уже пытался регулировать парковку коммерческого транспорта. Прямого запрета на парковку во дворе, опять же, приказ Минтранса не вводит. Более того, за нарушение этого приказа не существует ответственности в Кодексе об административных правонарушениях. Поскольку в ПДД отсутствует запрет на парковку легкового такси, соответственно, в Кодексе и не предусмотрено это наказание. Пробел в законодательстве предлагают устранить. В Госдуме хотят ограничить парковку во дворах для такси. Находиться в жилой зоне можно будет не больше 30 минут. Времени хватит, чтобы дождаться и высадить пассажиров. Это ущемляет права таксиста и делает его, опять же, уязвимым. И на него будут накладываться штрафы, а это будет вести к обнищанию водителя. В любом субъекте федерации ничего не стоит сделать специализированной стоянками такси. Их нет. В Москве они есть, но их очень мало, и они забиты все автомобили. За нарушение норм необходимо штрафовать таксистов и эвакуировать автомобиль на спецстоянку, считают в Госдуме. А также предлагают выдавать лицензии в сфере перевозок пассажиров только тем, у кого есть собственная или арендованная парковка, сопоставимая с имеющимся парком автомобилей. За неоднократные нарушения лицензию отбирать. Запрещать вообще парковаться там. Кто за этим будет следить? Это ведь не общая парковка, где идет человек и фиксирует всех, кто не заплатил и берет с него штраф. Это явление относительно разовое. Критики инициативы считают, нужно запрещать только массовые стоянки такси во дворах, а не единичные. Проблему могли бы решить специальные парковки для коммерческого транспорта подальше от жилых домов, вне населенных пунктов. Но тогда это может сказаться на конечной стоимости поездок. Можно каким-то образом попытаться местным властям изыскать какие-то площадки для парковки автомобилей такси. Так же, как на городских улицах есть у нас специальные парковочные места для такси. Они частично решили проблемы вообще парковочных мест. Таким образом, и в спальных районах, наверное, можно попытаться найти площадку. Свои предложения депутаты направили в Министерство транспорта и ГИБДД. А пока одним из действенных способов борьбы за свободные парковочные места во дворах остается установка шлагбаума. Марьяна Ицкевич, Ольга Кирсанова, Динара Юсипова, Москва, 24.